Поехали! Продолжаем разговор. Мы переходим ко второй части. Вопросы, которые есть у нас в чате. slavradio.org и youtube.com.slavradio Туда можете заходить, там можете вопросы писать во время живого эфира. Итак, первый вопрос пришел от Солнца. Виктор, здравствуй! Откуда взялись динозавры? Правда ли, что их создали люди? Если это так, то для чего их они сотворили? Благодарю! Ну, во-первых, динозавров все равно кто-то создал, как ни крути. Просто, на мой взгляд, наша Земля, как и другие небесные тела, проходят определенные эволюции. И на определенных этапах возникают, опять же, определенные формы жизни. Если они не возникают, каких-то энергий не хватает, вспомните, что вы делаете, когда, например, в соседнем саду растет или живет какое-нибудь животное, растение, вы приходите в этот сад и говорите, продайте мне, дайте, я у себя посажу или заведу. То же самое и здесь. Почему не может быть, например, распространения, если на одной из земель появилась эта форма жизни, ее привезли на эту. Как говорится, в чем будут проблемы? Да ни в чем. Просто если мы сами себя ограничим одной землей, тогда непонятно, откуда такое разнообразие жизни, откуда она взялась. Она же взялась из тех же источников, что и вся остальная жизнь. Как вы видите, вполне возможно, что те же люди работали над выведением различных видов динозавров, подвидов, которые использовали в том хозяйстве прошлого. Притом, как я уже говорил, у нас есть изменение давлений, то есть у нас в клетке давление восьмикратное, а в межклеточное пространство всего одна атмосфера. О чем это говорит? Говорит о том, что люди здесь появились, когда давление на земле было восьмикратным. Вспомните, что делают японцы. Они берут стандартное дерево, помещают его под купол, откачивают из этого купола воздух, то есть уменьшая отрезка давления, и это дерево становится карликовым. А если давление было в восемь раз больше, значит, соответственно, люди могли быть больше, а, соответственно, и домашние животные могли быть больше, и были, чем наши современные. О чем это говорит? О том, что наша жизнь и прошлое намного разнообразнее. Плюс, если бы нашлись те ученые, которые действительно изучают прошлое, им было бы интересно, когда люди здесь появились, они бы нашли легкий ответ, а когда же мы здесь появились? Раньше динозавры или позже, потому что исходные данные есть. Опять же, тоже восьмикратное давление в клетке, та же наша температура, заметьте, у человека она 36,6, а температура как раз и есть показатель, когда мы появились на земле. У других животных она выше. Почему? Ну, потому что животные сначала все-таки должны появиться. Если вы спрашиваете, например, вот я как определяю, животное появилось на этой земле, или его привезли, завезли, как и человека. А все очень просто. Любое животное, которое появилось, зародилось на нашей земле, оно обязано при рождении само себя начать обеспечивать. Или ходить за мамой, или, как говорится, травку уже начинать щипать. Вот эти животные, что от рождения могут себя обеспечить, те и рождены на земле, все остальные завезены из разных, как говорится, систем. И почему нет? Вам за такой огромный промежуток времени все возможно. Напомню, наука нам говорит, что мы, грубо говоря, 300 лет назад начали промышленную революцию, я бы назвал это промышленной деградацией, и вышли в космос. За 300 лет. Мы же рассматриваем промежутки в 65 миллионов лет, и почему за это время не может быть чего-то не только технологического, но и такого же живого, как те же мамонты, динозавры. В чем проблема? Да ни в чем. Люди были даже более развитые. Я вам даже больше скажу, что цивилизация прошлого, все цивилизации прошлого больше были именно биологические. То есть они использовали биологию, могли использовать тех же динозавров для передвижения каких-то грузов, то есть выводить их. И здесь нет никаких ограничений. Завести и разводить там на земле, если подходит условие. И выводить те же виды, что тебе нужны. Почему нет? То есть люди ли создали динозавров, ну а почему только люди? Ну он, видели гигантов, иные формы жизни. Сейчас мы наблюдаем динозавров. Насколько разумны эти были рептилии, тоже непонятно. То есть, опять же, в прошлый раз я говорил, что веды как минимум говорят о том, что есть 400 тысяч типов разумных существ. Ну как минимум. Почему это не могли создать другие разумные существа? Могли. То есть, это возможно, что динозавры, такое огромное их количество типов и подтипов, результат не только работы матушки-природы, но и других более высокоразвитых цивилизаций, других земель и так далее, и тому подобное. Ну и люди, скорее всего, тоже приложили руку. Опять же, люди какого уровня развития. Если мы говорим про нас сегодняшние, то мы бы ничего не смогли сделать, скажем честно. А в прошлом это, возможно, было и для людей. То есть, ответ такой, и люди выводили, и разводили, и распространяли, и привозили, и не только люди. Этим объясняется многообразие тем, что типы эти динозавров дожили до наших дней. А невозможно, они гибли и завозили обратно. Вот такой ответ. Понятно, понятно. Вопросы больше не принимаем, потому что вопросов достаточно большое количество. Да, я с тобой здесь согласен с тем, что если что-либо производилось здесь, на Земле, то в этом случае оно должно было от природы изначально, от рождения, быть адаптировано. Иначе вопрос, как бы эти существа могли выживать. Но с другой стороны, у нас все-таки встречаются среди птиц те, которые есть выводковые. Вот он вылупился из яйца, посмотрел на мир, улыбнулся и побежал за тем, кого встретил. И называют его мамой всю жизнь. А есть те, которые гнездуются, и в гнезде, ну, выводковые тоже гнездуются, которые, например, на деревьях сидят, где-то на скалах. И там им нужно какой-то срок, чтобы дойти до нужной кондиции, для того, чтобы они начали оперились, начали летать, и чтобы могли самостоятельно добывать себе пищу. Вот здесь тоже так, наверное, есть какая-то промежуточная, переходная форма бытия. К примеру, условия похожи, но, может быть, не совсем для этой земли это было создано. На той земле, например, там это было все сразу и хорошо. То есть, например, более долгий оккубационный период, к примеру, может быть, но, с другой стороны, может быть, так задумано, что он должен доходить до своего нормального состояния самостоятельно. Вот выводковые птицы, да, он уже раз, у него уже оперение есть, какой-то такой, ну, пух, не оперение, пух, он уже не замерзнет, может клевать. А вот те, которые рождаются, их нужно все равно, мама с папой, их должны укрывать, им нужно тепло, они еще голенькие совершенно. Но есть другие варианты, например, мы уже сегодня упоминали про тех, кто носит детенышей в сумке. Детеныш там вообще из мамы выползает в виде червячка и перебирается в сумку, и в сумке уже дозревает, сосет молоко и дозревает. То есть, форм бытия огромное количество, поэтому, с одной стороны, с тобой, да, согласен, что есть приспособленные для земли виды, и, скорее всего, они здесь на земле и были уже, выведены уже здесь на земле. А с другой стороны, существует много других видов, которые очень похожи на то, что они земные, они приспособлены, но они требуют ухода. Так что, здесь не столь однозначный все-таки ответ, и вот так вот резко рубить я бы не стал. Ну, ладно. Не будем рубить резко, то есть, мы договорились до того, что есть различные варианты, нет никаких сильных отрицаний оных, какие нам дает наука, скажем так. Конечно, с другой стороны, клонировать научились, и овечку доли показывали. Насколько это был успешный и неуспешный опыт, мы не знаем, потому что как-то потом быстренько замяли, судя по всему, что овечка по каким-то причинам померла, но я знаю, что клонировали и уже много других существ. И кто-то поговаривает, что же там людей клонируют во все, но сейчас не об этом речь. В том, что если даже при нашей такой каменно-вековой технологии удается совершать вот такие эксперименты по клонированию, и много у нас ГМО, то в этом случае неужели те, кто обладал более высокими технологиями не могли заниматься чем-то еще более интересным. Например, выведением новых видов, которые специально здесь на Земле для каких-то определенных целей здесь были нужны. Тем более, что существуют указания различные о том, что здесь экспериментировали разные совершенно космические представители, разных совершенно видов. Это есть и в ведах, это есть и в осколках вет, и в каких-то сказаниях, преданиях и так далее. То есть, здесь не только человекообразные существа были, но и были те, которые очень отдаленно на людей похожи были, и в то же время они что-то здесь умненькое такое делали, проводили эксперименты с животными, с теми же людьми. Мало того, до определенного этапа жизни на Земле есть такое упоминание, не существовало тех животных, которые бы пожирали других животных. И только с определенного момента, когда здесь появились представители иной цивилизации, здесь специально были созданы твари, так называемые, которые охотились на других животных, на людей, создавали здесь злость, страх, боль, кровь, то есть то, что называют галахом, для того, чтобы побольше было страха, больше было злости, было больше проблем и так далее. Мы сейчас не будем увлекаться этим направлением, просто я упоминаю, чтобы не дразнить там кое-кого и какие-то воспаленные умы, но суть в том, что до определенного момента здесь все было очень-очень миролюбиво, и был договор между различными представителями о том, чтобы проводить эксперименты в рамках дозволенности, чтобы дальше не залезать. А вот потом начался беспредел, когда здесь появились ребята с более такой активной жизненной позицией продавливания других и подчинения других. Так что да, экспериментов было огромное количество. Нет, ну ты же помнишь, мы в прошлый раз как раз завершали вот иные формы жизни, и тоже я обращал внимание, что там мы видим а, действительно какие-то иные формы жизни, описанные в ведах, и б, мы видим действительно последствия применения каких-то радиационных средств, видим последствия генетических экспериментов, как человекоподобных существ, типа вот этого, так и зверей. То есть, совершенно верно, если мы в иных формах жизни мы видели там у слона такие лапы неправильные, и видно, что это животные, то есть, они неразумные. И видим вот как на этой картиночке, что это и не животное, и не человек, и непонятно что, то есть, вполне возможно, что это последствия генетического эксперимента, как и другие живые существа, которые выводились здесь, может, по подобию каких-то, опять же, других существ, или от смеси. А вот как раз ты упомянул за те существа, которые питались мясом, тут опять же предположение следующее, что, скорее всего, может, даже была потребность в таких существах именно после изменений глобальных на Земле, которые привели к тому, что начало появляться такое понятие, как зима. Скорее всего, после 110 тысяч лет тому назад, потому что, когда у тебя на всей Земле постоянно лето, то есть, пищи в достатке, энергии в достатке, все нормально, а когда появляется зима, будет голод, и этот голод можно регулировать в принципе и хищниками, иначе просто съедят всю траву и зимой не выживут и еще и деревья поедят. То есть, тут различные варианты, так как время большое мы рассматриваем, для нашей современности вообще чудеса какие-то, которые наука не признает и не хочет признавать, но они есть. То есть, вариантов множество в этом, что главное, чтобы люди поняли нас. Множество вариантов, которые никто не изучает и не хочет изучать, а от этого могут быть и проблемы, и непонимания, и вот эти вот ошибки и клонирования, которые всем рассказали, а потом затихли. Почему? Потому что вылезли свои проблемы, они не понимают основ, не зря раньше был запрет на вхождение в этот генетический код, существовал, потому что не знаешь, не лезь куда не надо, иначе ты натворишь дел, которые мы сейчас все и пожинаем, с непонятными количествами вируса, непонятными заболеваниями, которые приходят нам из живой вроде бы природы, которые распространяются среди людей, в том числе заболевания крови, и все это непонятно, неизвестно, а нас кормят сказками о четырех группах крови, и все, говорят, ничего нет, ну там резус добавили, он как-то меняется, не меняется, непонятно никому ничего, то есть полный мрак, и вот для того, чтобы этот мрак рассеять, мы рассматриваем эти варианты, для того, чтобы количество вариантов умножить, чтобы действительно была полная картина, они нас держали в рамках очень маленьких, и говорили, ну все, не выходите за эти рамки, нет никаких претензий, все люди братья, все от одного произошли, а когда тебя приводят в центр переливания крови, чтобы спасти какую-то жизнь, то говорят, ты знаешь, все люди братья, но вот эти вот братья, которые приехали, их не надо, потому что иначе человек умрет, давайте тех, кто здесь родились, и кто похожий генотипов, все, то есть братья братьями, но не совсем братья, то есть так давайте обследуем, скажем людям честно, что будет получаться, откуда берутся эти вирусы, животные, может это генетические разработки, как это природа успевает печь, такие количества ОРВИ разных, то от летучих зверей, то от ползучих, еще от кого-то, все это бьет постоянно по человеку, то есть это все нужно понимать, и понимать это не только для того, чтобы новые формы жизни тоже проектировать и создавать нужные нам, но и для того, чтобы проблемы с прошлого не тянуть в будущее, как говорится, не понимая, находясь в неведении, вот зачем это делаем. Да, надо еще отметить, что существуют, до сих пор сохранились предания, которые где-то записаны, где-то устно передаются, о том, что сюда приходили для наведения порядка существа, которые родственны нам, но которые по отношению к нам, их можно называть боги, то есть большей, большей, который может продвигать что-то в жизни, бог, да, вот, и они помогали людям выживать в разных условиях после того, как кто-то здесь начинал беспредельничать или начинал какие-то рушить поконы древности, например, известны случаи, когда в пекельный мир спускалась бригада спецназа во главе с таким человеком или богом, которого называют Перун, который там разгонял эту кучку демонов, возвращал оттуда людей, над которыми проводили генетические эксперименты, то есть упоминания о генетических экспериментах там присутствуют. И помимо того, что он освобождал наших предков, наших братьев, оттуда еще так называемые пекельного мира выскакивали уже генно-модифицированные организмы, существа, ну и самые те, кто чертят, и которые занимались вот этими всякими разработками. То есть лаборатории под землей существовали, в бункерах какие-то вещи непотребные с точки зрения человека производились над живыми существами, производились разные гады, производились разные твари, скрещивались, в том числе и с людьми, и иногда эти существа на свет выпрыгивали. То есть упоминания даже в преданиях в древних об этих гадостях существуют. Вопрос, но они же не на пустом месте возникали. Значит, видимо, такие лаборатории по всей Земле в какой-то определенный век стали появляться в большом количестве. И, видимо, неоднократно сюда приходилось приходить нашим более, скажем так, подготовленным специалистам для наведения порядка здесь. И поэтому, может быть, и наступали смены эпох. Вот тут вот такие были, тут вот такие были, тут такие были. То есть закончился эксперимент, надо было прибраться. Начался новый эксперимент, надо было прибраться. Но какие-то животные выживали, каких-то надо было убивать. И вот как раз то, что македонский там ходил, кого-то там убивал, тыкал пикой или отрубал голову и кушали их. Может быть, это как раз остатки тех самых очагов древних цивилизаций, где животные сохранились. Ну, еще раз же, есть, да, есть же животные, которые живут только в определенных местах. Вот их не коснулось никак цивилизации. Вот везде все смыло потопом, везде все сгорело. Они как вот жили в Австралии, так и живут. Как жили на каких-то островах, так и живут. Вот те же самые огромные черепахи, какие-то там варановые, как большие драконы и так далее, и тому подобное. То есть, это мы исключать не должны. У нас есть одна проблема в науке. Когда сказал какой-то ученый своему ученику, что это так или иначе, ученик, становясь сам ученым, говорит то же самое, что это так или иначе. Вот это называется школа. И у большинства умных людей не хватает разума, чтобы осознать, что не все так примитивно, как ему говорил учитель. Что оказывается, может быть, что-то более интересно. И этим страдают, к сожалению, наши так называемые ученые, которых дураками я не могу назвать. Но из-за того, что они в своем направлении преуспели, и часто они говорят правильные вещи, они в этом направлении сидят постоянно по уши, и другие направления их не касаются. И если в этом направлении, где они преуспели, они молодцы и умницы, то в других направлениях они могут быть полные профаны. То есть, человек, например, может говорить о здоровье в своем направлении и приводить какие-то примеры разрушения здоровья из другого направления, в котором он не разбирается. В котором разбирается, например, какой-то вот человек с улицы просто. Говорит, что он лепит-то? Это вообще бытовуха. Если так ты будешь делать, то в этом случае будет проблема просто очень серьезная для здоровья. Вот это беда всей науки. Упертость в какое-то одно направление. Поэтому существуют такие вот непонятные возня, соревнования между учеными, когда одни говорят, что их направление более крутое или менее крутое. И есть еще такая ассоциация ученых, которые уже наелись этой внутренней борьбы, они о чем-то там договорились, пришли к какому-то такому тихому омоту, в нем сидят и все остальные направления они просто отметают. Потому что со своим бы разобраться, тут не рассориться бы со своим, а тут еще там единороги всякие, динозавры прибегают, всякие Максименко вот тут к нам бегут, которые тычут там пальцами. Давайте вот без них остановимся, все, это все лженаука, это все там негодяи, выдумщики и так далее. Без вас обойдемся. То есть я к чему призываю? Я призываю к здравомыслию, не к легковерию, не к учености, потому что ученый, на мой взгляд, это тот, кого научили что-то делать. Ну, велосипед, на котором сидит медведь, он же ездит? Ездит. Значит, медведя научили? Научили. Но он же ученый получается? Ученый. То есть его научили делать какую-то специфическую сугубую деятельность. Все, он крутит лапками велосипед. Есть белка ученая, есть кот ученый, собака ученая. Но если человек недалекого полета, ума, то в этом случае он тоже может быть ученым в своей узкой специализации. Вот к чему я говорю. То есть ученый, к сожалению, это еще не означает то, что человек здравомыслящий, который способен ведически, всесторонне познавать этот мир. Вот призываю вас к таким, ну, скажем так, легким наблюдениям о том, что творится в нашем мире. Так вот, Алексей, позволь тебя даже и дополнить, что действительно, ведь наука сейчас любая, пускай даже там самые прорывные области, назовите, она ведь в тупике. И этот тупик они построили себе сами. Вот же все, что самое интересное. То есть вот эти стены, они не природные, они устроены вот этими группами, которые, как ты правильно сказал, вот пришли, договорили, все это так, все в одном этом коридоре идем. Но этот коридор закончился. Этот коридор они построили, пришли к этому тупику, ходят по тупикам, и теперь у них, знаешь, где открытие, максимум открытия на стыке наук идет. То есть они не хотят воспринимать этот мир целостным. И соответственно, они хотят воспринимать целостную, огромную картину прошлого, настоящего и будущего. Все это объединить и воспринимать именно. А если вот кому интересно, как я дожился до такой жизни, что до единорогов с динозаврами в 17 веке, так вот я со школы проявлял, как ты правильно называешь, здравомыслие. Когда мне пытались впихнуть какую-то информацию еще тогда, учителя, я просто здравомысленно их спрашивал. Все мы произошли от обезьян. Но я так почему-то не чувствую. Доказательства есть? Доказательств нет. Ну так какой же ты тогда учитель? Ты меня непонятно чем снабжаешь. Есть такая информация там. Киевская Русь появилась тысячу лет назад. Великое государство. Подождите. Откуда мы взялись в этих лесах? Почему до этого не было? Ответы есть? Нет. Все. Ну какая же это наука? Это сборище каких-то догм, которые фактически еще по большому счету не отвечают действительности. Они видят динозавра и в далекое прошлое. И то же самое было в институте. Когда мне профессора не могли ответить на элементарные вопросы, я стал понимать простые вещи, что нужно все делать самому. ответов не будет. Они просто читают одно и то же. Как говорится, из года в год. Кто там занимается передовыми разработками? Ну вполне возможно. Но нет целостной картины. И вот это, что сейчас происходит, это не просто какая-то развлекаловка. Вот я единорогов решил показать динозаврами. А до этого гигантов с иными существами. Нет. Это как вот эта игра Минер, которая там Windows стандартная. Когда мы ходим и открываем новые поля. То есть Амины, вот эти проблемы, мы их показываем, говорим, сюда лучше не ходить или изучать, но понимать, что здесь можно нарваться на проблемы. То есть мы открываем новые горизонты. То, что нам как раз делать не дают. Это не просто развлечение, это именно создание общей картины мира. А из общей картины уже будет выплывать и правильная физика, и химия, и все будет выходить правильное, то есть всеобщее. И путь развития нам нужен для понимания этих процессов. Поэтому все это не просто так. И опять же, то, что я нашел как не учитель, не ученый, просто простой человек пошел да нашел. То есть ученым это, во-первых, не интересно, и, опять же, кому это интересно, не дадут это сделать. Потому что в свое время когда-то, это было уже 20 лет назад, я как увидел работает эта система изнутри, я даже, я в ней не остался, хотя должен был остаться, все было готово, как говорится, иди учись. Но я посмотрел на работы моего профессора, который был бы моим профессором, и я увидел, что мне там делать нечего, потому что я не захочу переписывать старые учебники в новую монографию и называть это там своей кандидатской или профессорской работой. Мне интересна правда, как работает система. Потому что я как управленец, мне нужно для принятия, управления, не только мне, а вообще каждому на земле нужна правдивая информация из прошлого. Почему это нужно? Потому что если вам в прошлом сказали вот эти плохие, а они на самом деле хорошие, так у вас уже занято место, понимаете, и вы когда встретите действительно плохих, вы их будете воспринимать за хороших. Почему? А место плохих у вас занято, все. И то же самое и здесь. Если у нас динозавры жили не 65 миллионов лет назад, а с единорогами, а фактически 400 лет назад, значит, биосфера была другая, значит, все было другое. И возможности у нас совершенно другие. Нужно их изучать, объяснять людям. И тут действительно нужен запрос общества, социальный запрос, чтобы люди это изучали, показывали, делали картину мира правильно, прошлого, для того, чтобы понять эти ошибки, почему это привело к уничтожению этого мира, как восстановить, как двигаться дальше. Вот зачем нам эта информация. Это не просто тут развлекаловкой мы занимаемся, а, как говорится, все первые семена, может, не первые, но семена, именно здравомыслия, чтобы на любую информацию, мою, не мою, люди задавали вопросы, правильно их формулировали и ждали ответа. Вот и все. Так что, можем продолжать, если есть вопрос. Да, вопросы есть. Еще тоже такое наблюдение. Вот есть понятие наука, на-у-ка. Кто буквицей занимается, попробуйте разобрать, очень интересно и получите ответ. А есть ученый. Вот учение, это слово чит, чит, чин, чит, то есть подготовка каких-либо узконаправленных знаний и передача этих знаний к какому-либо объекту, для того, чтобы он мог их выполнять. Ученому, как я сказал, может быть и кот, и медведь, и олень, кто угодно. Может человек ученый быть, тот, который умеет, научен гайки крутить, тот, который научен на станке работать, научен управлять самолетом или автомобилем. Это все ученый. Это тот, которого на-у-чи-ли-чи. Он это использует, он это получил. А на-у-ка это то, что находится в объединении всего, что у нас есть. То есть наука это познание, объединение того, что есть в этом мире. То есть здесь необходимо быть исследователем, правительством, изобретателем, мыслящим человеком. Но, как я смотрю на сегодняшних наших ученых, я вижу, что это всего лишь на всего люди, которые получили какой-то образ в каком-либо учебном заведении, который придерживается каких-то определенных рамок. И не более того. В большинстве случаев, к сожалению, многие ученые здравомыслия не проявляют. Они видят очень узко этот мир. Но это уже не наука. То есть русское слово наука подразумевает видение и объединение всего, что есть в целом. Это ведическое направление. Это мир целиком. А ученый это какое-то вот узконаправленное. Поэтому человек науки это ведущий человек, всесторонне образованный. а ученый это узконаправленный специалист. Понимаете, какая подмена понятия произошла? Человек науки и человек ученый чит. Научили читать, писать, говорить. Все ученый. Специалист. Это писарь. Это читает, там сидит что-то. Это еще что-то делает. Но это вот узконаправленное. Давайте называть вещи своими именами и перестанем обижаться на то, что мы правду говорим и называем вещь, как она должна быть, как она должна называться, а не так, как кому-то кажется и хочется. Ну, дальше пойдем. Что-то мы с тобой разговорились сегодня. Стеша вопрос задает. А существуют ли на самом деле эти существа? И если да, где они могут обитать? Ну, существуют или нет, конечно, они где-то существуют. Вопрос где? Вот это уже другой вопрос. Если мы говорим про тех же мамонтов, ну, ходят упорные слухи, что кто-то из них на севере России и Канады выжил. Ну, как это вообще возможно, мне пока трудно представить. Если же мы про единорогов, то я не удивлюсь, если эти живые существа появятся у нас снова. и не благодаря генетике, а благодаря опять же времени, благодаря изменению климата, или нам их просто кто-то завезет и подбросит. Я не удивлюсь, если опять же будет меняться атмосфера и условия. Ведь я подчеркиваю, ведь это ж не я эту статью написал, где утверждают, что там к 2250 году атмосфера достигнет по газовому составу, по соотношению этого газового состава эры динозавров. Но, так если эра динозавров закончилась 400 лет тому назад, тогда да, тогда я с ними согласен, в принципе идет восстановление. Ну не 65 миллионов лет тому назад. То есть живут где-то эти существа. Если не на нашей земле, да, живут. Если на нашей земле вы спрашиваете, ну так вот, может в северных районах что-то и сохранилось. Вы точно были везде там в Сибири, на Дальнем Востоке. Эти области фактически безлюдные сейчас. То же самое север Канады. И вы заметьте, так называемая наука постоянно по всему миру открывает новые виды живых существ. Плюс виды, которые раньше считались вымершими или, как говорится, безвозвратно утеряны. Этот процесс идет на постоянной основе. Может это связано с изменением именно вибрации, что Земля поменяла вибрации, идет возрождение этих видов. Может приходят новые. То есть это тоже достойное изучение. И нас ждут, и будут и новые виды живых существ. И может даже появится то, что мы считали действительно утерянными. Так что я не встречал, если вы проявите, встречу, сразу скажу. Но есть такие возможности. Не забудь селфи сделать, как встретишь. Модное слово селфи. Здравия, меня зовут Нора. Вопрос к сказителю. Можно ли отнести к единорогу носорога и нарвала дельфина с огромным рогом? Ну, как вы видите, на всех этих картинках как раз носорога нет. А вот нарвал там присутствует. Вот он в этой иллюстрации. Вот он. Так и написано. Нарвал. То есть они его к единорогам только обитающим под водой отнесли. Вот этот уникор фруктиум какой-то. Я латиницу не знаю в таком уж исполнении 17 века, 18 века. То есть действительно они видели разницу между морскими единорогами и сухопутными. А как раз носорога сюда они не заносили. То есть во всех гравюрах носорогов нет. Есть вот такие вот штучки. Такой ответ. Носорог это все-таки у кого рог на носу. А тут рог между ухов на лбу над глазами. А у носорога под глазами. Так что ну может быть кто-то единорогом носорога воспринимал. Не знаю. Но здесь явно рисунки конечно не носорога. Здесь что-то другое. Причем вот смотри левый рисунок там сзади лапа а спереди копыта. тоже. То есть может генетические эксперименты вполне возможно. Тогда сколько упоминаний о том что были здесь и представители серпиев которые производили много экспериментов в том числе и над животными и над людьми зеленые человечки и серые здесь были которые любили поэкспериментировать много приписывается экспериментов живыми существами в районе Атлани Антлани Атлантиды так что я думаю что тут кто на что гораст экспериментировал по полной программе пока сказали баста лавочка закрыта идем дальше Ксюша вопрос в эфир могут ли кости динозавра лежать в земле 40 миллионов лет и не превратиться в землю скорее всего они превратились бы в камень вот что хотели бы сказать то есть вполне вероятно что за такой срок они должны окаменеть ну или вообще рассыпаться в труху а мы что перед ним видим а мы видим кости но 65 миллионов лет это не шутка даже пускай они попадут в полную консервацию в какую-нибудь глину вы поймите правильно 65 миллионов лет это не шутка то есть за такой срок в лучшем случае они окаменели бы в лучшем случае мы же видим что они находят не просто кости а кости содержащие мягкие ткани различных типов и как бы там вот клёс у вас недавно был он говорит ну вот в зубе больше всего сохраняется ну не 65 миллионов лет ну там пускай тысячи какие-то лет ну пускай там попадет в какую-то среду ну пускай десятки тысяч лет то есть ну нет никаких миллионов а миллионы лет почему они появились я же говорю чем дальше отправишь тем меньше вопроса вот и все зачем мы поднимать людей ворошить отвечать а куда делись потому что как говорится куда дели а почему дели а что произошло а если дели это так а почему нет того то есть догмы существуют догмы которые никто не хочет отменять почему ну зарплату платят как говорится профессорские профессор есть все есть там кафедра есть ходи получай премии и награды будь великим ученым и уходи на заслуженный отдых все нормально для науки для людей-то нет людям-то нужна правдивая информация для принятия управленческих решений как и в своей жизни и о будущем для себя для детей для державы для мира а ее нет вот почему мы ищем для того чтобы полностью восстановить это полное мировоззрение причем у каждого человека мы сейчас живем во времена потопа наступят пустой информации где как говорится любая глупость возносится в ранг высшего достижения а все разумное когда человек должен сам проявлять здравомыслие на всех уровнях не только на уровне науки на уровне бытовой жизни то есть он должен знать задавать правильные вопросы получать правильные ответы не получив их искать самому и даже делать какие-то разработки для того чтобы жизнь улучшилась у всех вот зачем мы этим занимаемся так что вот такой ответ здесь поправочка идет светлана написала юни корн это и есть единорог то есть юни объединенный корн судя по всему вот то что на лбу там растет юни корн так так дальше стеша вопрос эфир имеют ли половую принадлежность эти существа вот ты можешь немножечко там отмотать там было как раз очень хорошая картиночка где представлены разные во-во-во вот тут можно некоторые первичные половые признаки очень хорошо увидеть там прям самцы такие настоящие вообще думаю что здесь даже да видно что они разных типов да здесь представлены и тех и других то есть здесь двуполы если дать понять действительно угу далее вопрос в эфир от Ольги 74 уважаемый Виктор с интересом и удовольствием слушаю ваши эфиры на этом радио и с альтернативщиками знакомлюсь со статьями и основной вопрос к вам о вашем лице всем кто опирается на печатные издания ведь не секрет что они подделывались подделываются и будут подделываться стоит ли им придавать такое значение и уделять столько внимания тем более что они очень противоречивые Кунгуров говорит о терротрансформации человеческой ли Тюняев утверждает что существует короткая история программирования и 3D восстановление истории прежних времен спасибо но тут стоит ей ответить что правы вы правы и Тюняев прав и Кунгуров прав и я прав вы скажите как такое может быть мы правы потому что с нашей точки зрения у каждого своя свое мировоззрение вот он мир видит под таким углом одно мировоззрение не отменяет другое но оно может дополнить объяснить дать возможность как говорится изучить стоит ли опираться на письменный источник конечно не стоит вы же видите что я одной современной книги не привел где был бы написан весь этот бред про 65 миллионов лет про то что единорогов никогда не существовало и никакой из ученых бы просто это даже бы не стал комментировать а послал бы нас далеко далеко в библиотеку как говорится идите в библиотеку а мы и сходили в библиотеку только в библиотеку более ранних времен там нашли источники не только художественные которые множество перерисовывались но источники именно научные тех времен можно ли считать все подделкой конечно нельзя опять же эти гравюры описания выпускали как мы видим люди которые ничего не видели а просто переписывали как правильно заметил Алексей выпускали людей которые изучали этот вопрос и поэтому в том то и дело вот те как правильно заметил Алексей опять же не ученые а научные сотрудники с общим мировоззрением люди которые должны пойти уже за нами вне зависимости от того работают они в научной сфере или нет я не остался потому что я понимал что я попаду в жесткие рамки и ничего сделать не смогу в этой системе система мне просто не даст поэтому я занимаюсь сам и вам предлагаю подключаться потому что нужны опять же переводчики вот мне люди присылают уже потихоньку эти переводы где идет четкое описание этих единорогов я не стал приносить на эфир факт в том что описание то есть описание как он живет чем питается где водится и это в различных книгах тут нужно как раз и включать этот социальный заказ общества когда сюда бы пришли врачи перешли по моим ссылкам прочитали что там написано а там написано на немецком на латинице на более древних языках то есть все это перевели и сказали ты знаешь вот это правда это не правда это есть доказательство то есть должно включиться народное творчество что как раз глушит то что ученые господа потому что они загорят мы все знаем вот мы вам даже книги написали потребляйте а мы говорим вы знаете здесь нет никакой общей картины здесь есть картина ограниченного пространства нас это не устраивает нам нужно действительно методы проверки правда и поэтому я и призываю каждого я не начинаю кого-то критиковать отрицать они правы со своей точки зрения у нас своя точка зрения мне интересен общий мир я прекрасно понимаю что в общем мире есть то что многие из вас например воспринимают как негатив и когда я это вижу я не впадаю в отрицание вот это не этого не может быть это там надо уничтожить если это в мире есть оно зачем-то нужно но я вам наоборот предлагаю всем начать проявлять проявлять здравомыслие не только в вопросах прошлого изучение источников а вообще по жизни в принципе уметь правильно формулировать вопросы самим отвечать объединяться в группы по интересам по всему миру где давать эти ответы уходить в еще больше изучения чтобы действительно показать есть там хронологические сдвиги нет имеет право на существование эта информация и так по каждому вопросу будь то Кунгуров Тюняев или Вася Пупкин вот и все потому что вместе мы сила вместе мы сможем это сделать но все объявлять подделкой неправдой я бы так палку не перегибал такое количество разнообразных источников здесь приведены который говорит что этим вопросом можно и нужно заниматься просто наука этим заниматься не будет ну тогда нужно ей помочь как говорится с другой стороны со стороны народа чем мы занимаемся вот по поводу носорогов говорили а вот посмотри слева внизу картиночка где у тебя мышка там как раз вот носорог предъявлен когда два рога ниже глаз находятся а остальные все у них рога находятся выше глаз на черепушке но опять же тут бы нам переводчик не помешал потому что тут что-то написано Онагер Альдро Волт Эфт ну вот как это перевести мне конечно трудновато ну какой-нибудь там хищник который у него смотри лапки видишь у всех копытца а у этого лапки да здесь тройная лапа да это лапа здесь двойная вот это уже может быть и туда и туда а вот где копыт это явно травоядные и вот сзади тоже вернее наверху справа то видишь сзади тоже лапки спереди такие полукопыта поле лапки то есть вот тут возможны варианты потому что вот задние лапы и под ним тоже находится и шерсть есть на голове то есть это говорит о том смотри вот если шерсть присутствует да это похоже на что-то такое что ну ладно сейчас версию не буду говорить то сейчас вот забрыкают но суть в том что там где присутствуют лапы это может быть уже отношение как и к хищникам так и к тем которые например питаются на грызуны к примеру но на грызунов явно не похоже у них мордочки не грызунов в общем здесь есть на чем подумать есть возможность биологам включиться зоологам да и разобрать а каким все-таки видом это может быть если это правда нарисовано а не просто выдумки художника ну совершенно верно плюс переводчикам включиться плюс заметь вот это вот этот тип единорога мы видели в Австралии вот он именно такой в Австралии там бегал в Зумирожке ну хорошо давай дальше будем рассматривать вопросы Ксюша Ф а что случилось с атмосферой 400 лет назад а это вопрос как говорится на перспективу этот вопрос надо задать Алексею потому что я вот предлагаю в одни из ближайших эфиров его включить потому что чтобы показать людям действительно что случилось 400 лет назад не голословно для того чтобы показать то что вот вы видели на конференции альтернативных исследователей потому что уже на сегодняшний день я могу сказать и поставить в этом точку что благодаря изучению вот этих событий катастрофически сразу как говорится предостерегаю удалось найти в России долину пирамид легендарный император просмотреть именно что произошло какие последствия это принесло какие следы оставило по всему миру куда все эти товарищи исчезли то есть это целая тема то есть она огромная хорошо если даже за час показать уже сделаны ролики подготовительная работа приведена и результаты фантастические скажем так для людей которые я считаю не находятся в науке и находят это из открытых источников я подчеркиваю все подделка есть следы утаивания но почему-то мы находим далее Ксюша Ф динозавры может быть живут под землей быстрее под водой и под землей потому что если сохранились то скорее всего в первую очередь сохранились именно подводные типы подводные летающие а мы так и видим с вами что именно подводные типы динозавров пиродактин которые летают в горах высоко живут то есть именно сохранились такие типы уменьшение же давления могло привести к тому что пиродактин может даже и остались но не сильно уменьшились в размерах вот в чем дело то есть они не в состоянии вырастать до огромных размеров как я приводил этот пример с японским деревом миниатюрным когда они откачали как говорится к воздуху уменьшили давление резко и деревца стало маленьким то же самое с гигантами произошло они есть но они не вырастают из-за мелкого давления и динозаврам лучше жить где под водой ну потому что там давление воды вот они там и живут поэтому сохранились ли скорее всего сохранились но как мы видели и трупы динозавров вылавливали еще лет 50 назад в Японском море никаких проблем никаких 65 миллионов лет мы не наблюдали то есть они сохранились скорее всего в горах глубоко и под водой вот такой ответ и опять же японцы вот они нашли его в 1977 году как раз выловили сеть вот они на карте 1593 года где быстрее они все сохранились под водой и в подземных тире водоемах то же самое надо еще вспомнить что Артур Конондоль в свое время увлекаясь исследованиями развития жизни на земле написал довольно таки интересную книгу ну не знаю может рассказ или кто-то там еще я жанр точно не скажу Затерянный мир когда люди экспедиции там отправляются в определенное место на карте на земле и на плато обнаруживают не только животных которые уже вымерли но и людей которые совершенно не знают современной цивилизации и не только тех людей которые близки нам нашего вида но и еще и тех которые сохранились с доисторических так называемых времен то есть вроде бы люди но с другой стороны и полуобезьяны я думаю что это было написано не только с точки зрения фантастики но и с точки зрения тех работ которые до Артура Конондоля доходили и здесь он конечно там в мошенничестве некоторых вопросах там ну хотелось что-то такое продвинуть но это не исключает того что он занимался все-таки научными работами и что-то там где-то нарыл ну ладно давай дальше Ксюша Ф неужели такие примитивные люди которые изображены на средневековых картинах могли построить такие города как Питер Вашингтон и так далее может быть и карты все новодел вас не смущает что все эти города называют античными выполненными в античном стиле и дело в том что как вы помните анты это славянское племя только одно из них а в прошлый раз я тоже обращал внимание что гиганты это просто описание что они огромного высокого роста опять же в белых могола тартарах настоящих мы встречали такой народ как Гог и Магог то есть опять эти ГГ то есть я говорю как небесное движение то есть люди достающие небеса то есть раньше были совсем другие и физические и биологические условия и даже технологические условия вот вспомните Алексей правильно привел фантастический нам говорят фантастический роман а вспомните Свифта он там описывал тоже там гигантов летающий остров в ведах описанный летающий город Лилипутов гигантов он описывал так там общий посыл знаете какой что те кто жили на этом летающем городе который двигался благодаря магнитам они до того переврали и извратили свою историю ничего не напоминает что познали как говорится безумие бессмертия ну там проблемы бессмертия познали так вопрос не в этом вот я рассматривал это фантастическое произведение про летающие города а так это на 18 век за 156 лет до открытия двух спутников Марса они там описаны эти спутники Марса то есть он их описал заранее он или просто брал источники древние и издирал с них при том что он тоже был там священником то есть имел доступ к неправильной литературе это уже там 18 век то же самое вспомните капитан Немо когда описывается атомная подводная лодка и что самое интересное она капитан Немо родом откуда из полуострова Индостанк но опять кто смотрел мои ролики тот видел что Америка раньше называлась тоже западная Индия и вся Сибирь называлась Индия а я вам перевожу индустриальная скорее всего что это индустриально развитые территории были и поэтому индустрия опять же в цивилизации прошлого например Египет это была химическая индустрия а Инди Индостан полуостров это была индустрия именно промышленная то есть там производились основные промышленные товары того мира в том числе и подлодка и поэтому нет ничего удивительного нам нужно фантастические романы уже как говорится посмотрите под другим углом зрения а фантастические ли они если они писают те приборы и устройства которых у нас или еще нет или появились те же подводные лодки атомные но не в таком исполнении уже два ролика вышли на эти древние технологии то есть все это рассматривается напоминаю вам вот все восхищаются айфон 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 это вообще айфон ну вспомните наши сказки там основная сказка какая про серебряное блюдечко и наливное яблочко которое бегает по этому блюдечку и Машенька там может посмотреть что делается за морями за океанами и все увидеть получить любой запрос ну то есть айфон прошлого с системой интернета выходом и таких зеркал вагон и тележка по всем сказкам то есть технологии совершенно другие причем мы высокоразвитая в кавычках цивилизация не в состоянии построить даже ни одну пирамиду и ученые даже не представляют как они строились как правильно Клесов говорит мы не знаем зачем они строили как их строили как их использовали при чем тут это было опять же те же священники они свет несли использовали магнитное электричество скорее всего знать это те кто знали как этот цвет применить и распространить использовать для себя все на поверхности но удивительное рядом оно запрещено наукой а мы разрешаем чтобы не слухи собирать а подтверждать находить технологии следы по всему миру не только биологической жизни но в том числе она потянет и технологической вот зачем мы это делаем Виктор не забегай вперед у нас планируется 17 февраля телемост очередной Россия США и тот кто присоединится где мы будем рассматривать те вопросы о которых был вопрос здесь озвучен о котором ты сказал где будет рассматриваться единая архитектура прошлого на всей земле античное и электричество вот казалось бы что связывает античную архитектуру и электричество то есть прошлое электричество и античность вот там мы с собой поговорим о домиках различных о различных сооружениях вот там я тебе дам возможность говорить на эту тему аж полчаса а потом еще в премию войдем а сейчас мы переходим к следующему вопросу от Зои Куковой реплика в эфир Илья Голозунов собрал уникальную древнерусскую коллекцию выставленную в музее сословий там есть старинная мебель с изображением единорога и птиц с человечьими головами в шапочках вот такое интересное замечание от Зои и далее вопрос Виктор почему-то все единороги улыбчатые такие после просмотра представленных карт и картинок теплом повеяло климат явно субтропический что они улыбаются почему что они такие счастливые так есть что как говорится поесть где есть где поспать можно без проблем размножаться чего им грустить если мы видим с вами вот пожалуйста в Гренландии в 16 веке элефанты водятся или вот в Норвегии здесь же я не переводчик с древних но прям тут без вопросов что написано Норвегия я вам часть карты показываю она вообще всемирная я просто ее вырезал здесь четко написано Норвегия если бы я показал всю карту это действительно Норвегия и мамонт здесь присутствуешь повторяю это карта 16 века и эта карта 16 века это вообще Гренландия это обе и там бегает этот мамонт вот он хоботом махает нам из того времени и опять же 17 век опять он махает то есть невозможно в вечной мерзлоте находить себе пропитание то есть как и давление и температура и температурный режим совершенно другой они имеют возможность немножко передвигаться но сам факт что да есть снег но может зимы не такие уж длительные и все-таки температурный режим чуть другой имеется ввиду как минимум 400 лет назад что было до этого по всем территориям сказать трудно но то что жизнь кипит в том числе и на северных территориях и как мы с вами смотрели ведь могола тартары они ведь жили на дальнем востоке России опять же жили там где сейчас вечная мерзлота где полюс холода фактически им это как-то не мешало почему так и не было этого полюса холода вот они если эту карту посмотреть вот здесь то есть там живут развиваются города все прекрасно но чтобы выйти на это и нужно было изучать общую картину составить то есть животные там существуют и люди гигантские и грифоны вот пожалуйста то есть все существует то есть составляем общую картину прошлого для получения правильных мыслей и развития по всем направлениям вот Алексей правильно сказал и по техногенным и по электричеству и по всему и по зданиям и по живой природе потому что ведь я вас провел по всему миру мы с вами были и в Америке и в Африке и в Китае как говорится и на территории Европы и в современной России то есть мы побывали по всему миру видим совершенно другую жизнь для этого изучаем чтобы составить полную картину вот такой ответ вот Азм есть реплика хотя я не принимаю уже вопросы реплики но интересная реплика но а с чего вы взяли что с чего вернее ученые взяли что мерзлота вечная и мне сразу так приходит ответ в голову о том дело в том что когда они эту мерзлоту более подробно стали изучать ей как раз был век с момента ее образования поэтому назвали вечная мерзлота то есть вот век назад с того момента когда начали ее изучать было вот как раз что-то что эту мерзлоту образовало в тех самых местах поэтому назвали ее вечная то есть этой мерзлоте сто лет как минимум вот такая версия можете меня кидаться камнями можете там еще что-то мне говорить но вот в голову такое пришло решение хотя я в общем-то и не ученый давай дальше продолжение вопроса в эфир от Ольги 74 Умберто Эко в романе имя Розы имя Тайны показал что монахи в монастырях писали рисовали и переписывали книги на латинском языке а на нашей земле на греческом и старославянском можно ли верить такой литературе картам чем фантастичнее тем прикольнее вот такое мнение от Ольги 74 хотя наверное не на старославянском а на староцерковном правильно было бы говорить но это моя поправочка моя реплика ну во первых мы никому и не верим потому что вера для нас это чистые знания которые можно проверить и подтвердить неоднократно поэтому мы и проверяем и других приглашаем подключиться к проверке всех источников чтобы мы определили действительные источники просто нет смысла заниматься вот именно такой подделкой и как мы видим потом это все пропадает опять же вот там уже начинается действительно утайка информации ее же искажение присутствует всегда поэтому мы во всем и призываем проявлять здравомыслие а для того чтобы изучить насколько все это достойно быть проверенным мы делаем вот такие эфиры для того чтобы люди не только там рассчитывали на вот Виктора там еще Тюняева еще кого-то который со своей точки зрения объяснит а для того чтобы включался социум был запрос от социума и люди участвовали и участвуя мы получим информации больше кто-то переведет один язык другой третий кто-то прочитает а кто-то действительно побывает в этих учреждениях и проведет все эти анализы скажет да это было или не было то есть мы соберем информации больше не той которую нам предлагает наука ограниченная а именно действительная правда которая нам нужна но если бы это был один источник причем который просто повторяет а когда это источники множестве разнообразные разных времен и какую бы это не ставит перед собой задачу вообще все показать если бы я тут все показал мы с вами до утра не разошли но если кто-то нашел нужно тот кто это будет еще дальше продолжать изучать поэтому этим и занимаемся и делать это нужно на постоянной основе а не разово причем по всем направлениям как мы видим работы тут громадье наука ее делать не хочет не может это нам уже не интересно значит будем делать мы своими возможностями вот и включать да и надо еще очень много отсеивать мифов которые были нагромождены вбросов и фейков это тоже надо учитывать потому что аппарат который настроен на уборку полезных знаний учитывает то что пустоты в нашем мире не бывает надо чем-то заполнять а чем ее надо заполнять ее надо заполнять какими-то придумками фейками чтобы еще больше запутать людей то есть вот тебе дали правду и на эту правду еще десяток крифт наложили вот поэтому надо брать метлу и разгребать отсеивать отметать то что явно является фейками вбросами глупости для того чтобы людей дурманить и увести в сторону и оставлять то что на самом деле является правдой к сожалению сейчас аппарат активно активнейшим образом вбрасывает все что связано с нашей древностью создаются какие-то новые течения новые какие-то учения вместо древнейших технологий к нам подбрасывают какую-то глупость ерунду для того чтобы люди очень много в этой глупости ерунде поковырялись и сказали все это фейки все это ерунда чтобы у них отбить желание заниматься нашей древностью нашим прошлом нашей наукой нашими знаниями какими-то технологиями поэтому очень и очень много фейков вбрасывается для того чтобы людей погрузить эту дрянь и чтобы они просто устали в этом копаться поэтому здравомыслие нужно сейчас проявлять многократно нежели чем просто в обычной жизни в многие разы больше очень много фейков к сожалению идем дальше кузнец вопрос эфир если у вас предложение предположение для чего вообще скрывать существование данных животных в недалеком прошлом благодарю именно для того чтобы не возникало других вопросов как говорится чем меньше вопросов чем меньше информации тем меньше фальсификаторы могут в ней ошибиться запутаться сделать ее настолько неправдоподобной чтобы люди не усвоили а пошли искать свою информацию для этого это все и скрывается если мамонтов отнести на 10 тысяч лет назад ну все 10 тысяч лет это все таки срок как говорится то же самое динозавров послали на 65 миллионов лет назад 65 миллионов лет ну это же серьезный срок нужны сумасшедшие ресурсы средства что там изучать какие там ДНК специалистов привлекать кому это надо такие сроки то же самое единорогов не было и нет ну все что тут ну что изучать если их ну не было если с вами ни один ученый не захочет даже разговаривать вот же зачем это делается то есть меньше информации меньше деталей потому что любой преступник прокалывается на деталях понимаете вот он составил какую-то картину причем очень ограниченную и если там деталей много таких как технологии неправильные звери неправильные динозавры которых и быть не должно тогда он начнет прокалываться вот они почему все и убирают 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 то есть делят делят скрывают запрещают просто это время этого прошло как вы видите эта информация выходит с различных источников у нас она вообще уничтожена фактически и не только потопами но и ее уничтожали как минимум последнюю тысячу лет ее просто уничтожали физически на всех возможных уровнях куда только могли дотянуться мы знаем про огромное количество библиотек древности которые горели непонятно были уничтожены как говорится случайно нам говорят совершенно в основном пожарами и библиотеки горят и в наше время обратите внимание причем там горит самое ценное самое неизученное что могло бы дать как раз информацию нам бесценную для нашего времени эти библиотеки продолжают гореть информация соответственно пропадает поэтому меньше деталей меньше вопросов все потому что будут вопросы люди начнут уходить из этого учения понимая что оно искусственное оно для определенного скажем так состояние человека если человек в этом состоянии не находится ему этого мало он начинает идти искать сам вот как те все кто здесь собрались примерно этому я думаю соответствует потому что нас не устраивают те ограничения почему множество исследователей информации да потому что ограничения очень сильные то есть минимум информации есть нам нужна правда пока она будет разнообразная иногда и фейки будут попадаться как вы правильно сказали благодаря фотошопу но это не значит что нужно останавливаться нужно как раз разрабатывать методики включаться большему количеству людей и изучать потому что как вы видите прошлое было совершенно другим когда ты уже в очередной раз говоришь что динозавры жили не так давно от нынешнего времени и говоришь о том что вот там их засунули в 60 там с чем-то миллионов лет я думаю что здесь есть правда и в том что ты говоришь и в правду в том что якобы ученые говорят потому что если мы учитываем что земля существует очень-очень давно нам ни в коей мере нельзя исключать тот вариант развития событий что динозавры просуществовали на протяжении очень и очень долгого промежутка времени например несколько тысячелетий десятков тысячелетий назад и например там и миллионов лет назад и в то же время многие могли дожить до современного нашего времени ведь существуют так называемые ископаемые рачки ископаемые рыбки ископаемые какие-то еще существа они как были вот в тех меловых периодах так они тоже здесь и сохранились точно в таком же виде они вообще никак не изменились так что я думаю все кто вот сейчас могут каким-то образом дожить до наших времен они могли с успехом их предки родичи могли с успехом существовать и многие тысячи и десятки сотни миллионов лет назад поэтому здесь тоже нельзя так однобоко подходить что вот их только туда перенесли переместили это все сказки я думаю что там тоже были удивительные существа которые вполне себе хорошо жили и земля много раз могла менять климат много раз атмосфера могла меняться поэтому были и всплески увеличения количества таких животных и уменьшение количества этих животных исходя из климата исходя из отсутствия питательной базы и так далее плюс ко всему если мы все-таки учитываем что мы не одиноки во вселенной а уж тем более в мирах которых вселенные проявлены то в этом случае обязательно существуют какие-то зоо сады на других землях которые могут являться донорами для того чтобы здесь на нашей земле вновь возрождалась жизнь тем более что мы знаем что живых существ бесконечное множество разумных тоже достаточно большое количество и не факт что эти разумные существа ну скажем так глупее нас это так мягко я говорю ведь есть те которые могут вполне себе существовать на более высоких уровнях бытия и при этом отмечать например за какие-то жизни формы которые вот в их подразделении вселенной присутствуют и в случае необходимости доставлять на какие-то другие земли земли луны и так далее есть существа которые могут например подготавливать какие-то условия жизни на этих землях и лунах для того чтобы там производить какие-то эксперименты подбирать наиболее жизнеспособные существа ну и так далее нельзя себя ограничивать я вот когда разговариваю с учеными в очередной раз вот тему поднимаю больную просто больная тема ученые которые говорят что вселенная бесконечна отвергают то что в этой вселенной могут находиться существа более высокоразвитые чем мы все почему-то пытаются найти планеты которые близки к нашей планете по климату на который мы можем переселиться но при этом не учитывают что существует огромнейшее количество земель где есть существа и нам подобные наши родичи и в том числе есть более высокоразвитые ну а где-то может быть и близкие к нам братья по разуму вот почему-то это все отвергается учеными вопрос ребята а на самом ли вы люди от науки или вы те самые ученые коты которым кто-то сказал что вот этого не может быть потому что не может быть никогда налили вам миску валерьянки вы ее лакаете и повторяете этого не может быть потому что не может быть никогда потому что вот под этим соусом валерьяночным у вас мозги уже не варят ничего выходите из этой прострации давайте уже как-то вернемся к научному миру давайте будем с точки зрения ведической культуры подходить к многообразию а не упираться во что-то еще но это же глупо Вы смотритесь очень примитивно со стороны. Над вами уже шутки шутят. Ну уж если алкоголик может рассказывать шутку про ученого, но это говорит о том, что ему это близка тема. Ну ладно, не будем опечаливать. Алексей, позволь тебя даже дополнить. Потому что действительно любого здравомыслящего человека удивляет такая позиция, когда одни ученые говорят, вы знаете, 20 лет назад мы определили только в нашей галактике, только в нашей галактике 100 миллиардов светил мы видим, миллиардов, сон по-русски говоря. Сейчас, говорит, мы нашли уже 400 миллиардов светил в нашей только галактике. Я уже не беру другие, не будем их трогать. 400 миллиардов светил. И при этом утверждают, что жизни во вселенной разумной нет. У меня возникает простой вопрос. Просто здравомыслие. А вы были рядом с этими 400 миллиардами солнца светил? Вы наблюдали это? Нет. И близко вы не в состоянии это сделать. Так откуда вы вообще можете утверждать, что жизни нет даже на соседних планетах? Откуда? Если вы там не были, не изучали. Притом каждый знает, что, как говорится, вибрации этих, именно то, что мы можем видеть, ну очень ограничены. Та же наука говорит, что наше зрение сегодняшнего человека, если взять весь спектр излучений известных науки и представить его как полторы-две тысячи километров или две дыры, то человек из этого спектра в две тысячи километров, он видит спектр размером в 10 сантиметров. То есть мы вообще не представляем, что вокруг нас происходит. А наука тем более. Но и при этом ставить вот эти ограничения, запреты, они сами себя ограничили, стараются ограничить нас. А если бы мы вышли за эти ограничения, тогда были бы понятны, откуда такое разнообразие видов, людей, живых существ. Почему оно вдруг то появляется, то исчезает. Ну да, бывают переходные периоды, смена энергетик, бывают катастрофы, бывают завозы этих существ недостающих. То есть это же уже не смешно, когда такие дяди утверждают, что в 400 миллиардах светил, рядом нет никаких планет, нет никакой жизни, притом там никто из них не бывал. И причем пытаются это мерить какими-нибудь способами, типа радио. Ну радио это примитивнейший способ передачи информации. Никто бы этим не стал заниматься. И фактически ограничения, как ты правильно заметил, детского уровня, детского. Вот такой вот комментарий. Вот ты опять печальную картинку поставил. А между прочим, эта печальная картинка очень поучительна. Нам говорят, что вот эти все храмы, все храмы, которые присутствуют в Бальбеке или в других местах, их строили якобы римляне. А вот теперь обрати внимание, в каком состоянии этот нарисован храм. На стене, рядом со стеной которого расстреливают эту несчастную зверушку, безобидную совершенно, которая травкой, судя по всему, питается. Она для людей не опасна. Просто вот обрати внимание. Третий век, как написано, до нашей новой эры, да? Эта зверушка лазит около руин. То есть кто эти руины-то воссоздал? Кто их сделал вот такими руинами? Встает вопрос. Это, наверное, тема следующей передачи или одной из передач. Ну люди поймут, да. Это третий век до нашей эры описывается, описывается, третий век, и уже есть. И это Африка. Как чтобы вы понимали, это не Средиземная, это именно северное побережье Африки. То есть даже в этих картинках, казалось бы, все смотрят на динозавра, но не обращают внимания на то, что руины уже были тогда. Значит, уже в те времена какие-то катаклизмы были, которые людей вот в это средневековье или в этот вот допотопный, как сейчас говорят-то, примитивный век бросания копий и стреляния из лука опустили. Значит, получается, что была цивилизация, которая строила для себя эти храмы, которые по всей Земле существовали с какой-то определенной целью. И уже тогда происходили катаклизмы до новой эры, которые разрушали эти храмы. Потом было заново восстановление, то есть новая античность, нью-античность, которая опять же была приведена в какой-то упадок. Представляете, какими циклами мы существуем? Нас как фекалии смывают в унитаз. Нас смывают в унитаз из-за своей деятельности на этой Земле. Ну, давайте уже включать голову, давайте уже не будем человекообразными тварями, а давайте уже станем человеками, которые будут здесь как хозяева относиться к Земле, как мы и должны относиться к Земле, чтобы Земля не избавлялась от нас, как от блох избавляется с собака, а чтобы мы здесь были в содружестве с Землей, чтобы мы жили по совести в ладу с природой. И тогда нам ничего страшного не будет. Я же на конференции альтернативной истории поднял вопрос, а для чего мы это все раскрываем, для чего мы в этом всем копаемся? Чтобы просто посмотреть какой-то новый диафильм, какие-то новые фотки посмотреть, селфи, кто где-то сфотографировался, или все-таки мы какую-то более значимую цель преследуем? Так что ты думаешь, нашлись люди, которые сказали, этот бородатый чудак там на одну букву вообще там лепит что-то такое, тут альтернативщики собрались, а он там про душу, про дух, про какие-то разумения говорит, про какое-то направление в жизни, что-то еще. Люди смотрят с точки зрения зрелища и хлеба на все это, вместо того, чтобы понять, а почему это все происходило, почему эти потопы происходили, почему эти разрушения, катаклизмы, с какой стати не задумываются о том, что нас ждет то же самое, если сейчас в этот переходный, вот это переходное время мы не возьмемся за голову и не справим. Сейчас последние, можно сказать так, года, которые надаются возможность исправить ситуацию, иначе будем смыты и сюда будут опять засеяны новые какие-то живые виды, которые будут ходить потом, ковыряться в наши вещи и говорить, о, вы знаете, предыдущей цивилизации у нее было вот это, вот это. Вот ты, Алексей, прав, даже позволь тебя дополнить. Поэтому действительно нам интересна общая картина, общая картина именно для того, что человек должен понять, все это мы изучаем, показываем, не для развлекаловки, для того, чтобы человек задавал вопросы, имел общую картину, и чтобы человек понял, что мы действительно сейчас оказались в той ситуации, когда мы стоим, у нас всего два выбора, их немного, их всего два, либо повторить судьбу тех, кто экзамен не сдал, и пойти, и здесь будут заселены новые виды, люди найдут откуда привезти, откуда они появятся, когда будет возможность. Либо мы сами возьмемся за здравомыслие, а здравомыслие больше всего, как оказалось, в народной культуре, почему в том числе мы ее изучаем в первую очередь, и это здравомыслие не проявят во всех сферах жизни, во всех, в том числе и в научной, в том числе и без ожидания, что когда-то там где-то на самом верху что-то поменяется к лучшему, и тогда и мы подтянемся. Нет. Мы должны сделать это здесь, сейчас и сами. Никаких не будет десантов из космоса, когда кто-то прилетит, как говорится, и за нас все исправит. Не будет этого. Именно участие каждого, именно отработка, включение здравомыслия, понимание этих процессов и позволит нам выйти действительно на сказочный уровень бытия. Либо быть смытыми очередным потопом или еще какими-нибудь чудесами генетического или другого типа. Еще хочу обратить внимание, что такие моменты были не по всей земле. О чем я говорю? Вот здесь третий век до нашей эры, а это как маленький анонс. Не весь мир, как говорится, идентичен, потому что в те же времена примерно жил Геродот, который описывал все вот эти войны, там он четвертый век или пятый до нашей эры, что-то такое. Так вот ему историки верят беспрекословно в описание вот этих войн, событий, но когда дедушка, который жил с половиной тысячи, две тысячи четыреста лет тому назад, в один из прекрасных дней описал, как мимо него прошла в надводном положении подводная лодка полностью из металла и без весел, и прошла куда-то в сторону Гибралтарского пролива, все историки вдруг решили, что дедушка ну просто устал, перенапрягся историк прошлого. А я вам напоминаю, опять же, территория Сибири, территория Америки западной и южной, она называлась, западная Индия, Америка называлась, Сибирь, Индия называлась изначально, опять же, этими европейцами, и Индостан просто полуостром назывался. Вполне возможно, что на Земле существовало две цивилизации одновременно. Одна индустриальная, почему и назывались эти территории Индии, где были совершенно другие технологии применялись, люди жили на другом уровне, а другая цивилизация, где были не совсем, скажем так, высокоразвитые духовные существа, оставшиеся в прошлых времен, которым просто не давали эти технологии, для того, чтобы они не разнесли Землю. И когда эти технологии попали к ним в руки, ну вот они через какое-то время опять разнесли Землю, опять устроили потоп на Земле. И потопов это был не один, а множество. Поэтому все это, это не шутки, это не развлекаловка, и общая цель, действительно, для тех, кто видит общую цель, ну, это, скажем так, общая картина мира. Тот, кто видит только развлекаловку или просто историю, или просто динозаврику, или ДНК, там, какой-то. Нет, нам нужна общая картина именно для того, чтобы выйти на новый уровень. Потому что сейчас проходят времена, как ты правильно заметил, экзаменов. Но сам факт в том, что нас уже ни один раз не смыли, а уже должны были как минимум три раза нас, скажем так, отправить в бытие, говорит о том, что шанс у нас еще есть. Над этим мы работаем, чтобы другие включились, и это был не шанс, а просто направление движения для всех по всем направлению. Да, надо еще в очередной раз просто подвести жирную черту. Друзья, крышка унитаза истории уже поднята, вода в бачке уже набрана. Вопрос, кто туда в унитаз попадет? А попадут те, которые являются фекалиями, которые здесь засоряют землю, которые уничтожают и себя, и других, которые уже являются переработанным материалом. Ну, просто задумайтесь, к кому вы относитесь, к чему вы относитесь? К фекалиям, которые надо смыть? Или все-таки вы относитесь к человекам? Но крышка унитаза поднята, вода в бачке уже есть. Еще три вопроса, и будем заканчивать сегодняшнюю нашу встречу. Реплика в эфир, на мой взгляд, шутливая, от Владимира из Мытищ. Ну, шутка шутки, конечно. Розни в каждой шутке есть доля шутки. Здравия, Виктор Викторович. Какова вероятность того, что люди прошлого виртуозно использовали наркотические вещества растительного происхождения для обработки камня? Например, если полить камень экстрактом валерианы, кошки отполируют этот камень до блеска. Аналогичные вещества можно использовать для управления бобрами, чтобы заставлять их грызть камень. Единорогов можно использовать для сверления отверстий. Представляешь, так, приснул чем-нибудь там в миску единорогу, он от радости так раскрутился, что вбурровился своим рогом в этот камень и как начал его сверлить. Будешь отвечать или дальше пойдем? Пойдем дальше. Невозможное возможно даже с любой точки зрения, если вас это устраивает, значит, возможно, где-то это было или может быть. Я напоминаю, что прошлые цивилизации, как вы видите, были не техногенными, а биологическими, а потом уже тире техническими. То есть, в первую очередь всегда стояла биология. И вот мы опять же видели того зверушку. Вот этого зверушечку мы видели, да? Если у вас в наличии такой зверушечка, а вы сам ростом 4-10 метрочков, так вы можете этот кирпичичик в тысячу тончиков и куда-то и утянуть, если взять таких штук 10. То есть, возможности другие. Если применять возможности человека для нашего времени, они ограничены. А если эти ограничения снять, как многие сооружения, быстренько и построятся, вполне возможно, при помощи опять же биологических механизмов тех же динозавриков и людей высокого роста. Поэтому отрицание этого проводит к тому, что современная великая наука ничего не может понять, ни в чем. Мы же говорим так, зачем вы себя ограничите? Вы повторите, скажите, что это делается вот так, а когда вы не можете повторить и рассказываете про одно, другое, третье, тогда да. Так что кто там что применял, это уже другой вопрос. Нужны опыты, где это применялось, где биология, где другие средства, а то, что сейчас применяется, действительно, сейчас применяется больше наркотических средств разных типов для того, чтобы человек остался во сне. Как бы человечество тихо умерло во сне. Мы же против этого и предлагаем включать здравообуду. Не допускайте, чтобы вас смыли сонными. Идем дальше. Руслан, вопрос в эфир. Уважаемые вещатели, если учесть молодость английского языка и древность нашего славянского, могут ли карты 15-го, 16-го, 17-го века быть настоящими, учитывая большое количество фальсификаций. Для этого и нужно их изучать, чтобы понять, где их искажали, когда их делали. А то, что фальсификации есть, я встречал массово следы Утайки, давайте так это назовем. Именно Утайки катастрофических событий. Есть неточности, есть фальсификации, есть Утайка, то есть все это нужно систематизировать, обработать, для этого нужно огромное количество людей и точек мнения, взглядов, чтобы в итоге выработать общую концепцию, методы проверки, то есть это нужны огромные массы людей, причем нежелательно их собирать в одном месте, как делает наука, понимать, что на дворе уже совершенно другое время, другие возможности, мы их должны использовать. Почему, обратите внимание, вот мы собираем конференции, Алексей опять же озвучил новую международную конференцию, мы ведь не собрались в каком-то помещении, мы не стали, например, а давайте соберемся в этом помещении, там так вот, мы из разных точек мира, то есть мы опять же включаем общую систему, мы не говорим, так, это вот только вот это место, это только эта область, нет, мы включаем весь мир и говорим, включайтесь, ребята, присоединяйтесь, пишите свои заявочки, говорите, что вы есть, делитесь своими разработками, есть у нас радио, есть социальные группы, в соцсетях, где вы можете выкладывать, то есть объединяйтесь, по принципу здравомыслия во всех направлениях, и я же говорю, то, что Алексей показывает, мы показываем принципы, повторяйте эти принципы, объединяйтесь, выходите на систему общую, не закрывайте себя там в каком-то институте, какой-то области, какой-то стране, возможности другие, используйте их, вот я использовал, я вам показываю, я вот так вот использовал, покажите, как вы используете, давайте это все вынесем, и не ограничите других, потому что ограничения как раз и не смогут нам составить общую картину, у меня есть одни данные, три очка другие, у Васи третья, придет когда-то Петя, который объединит, и покажет, кто прав или не прав, так что все идет на благо, на развитие, так и давайте продолжать в этом же направлении. Полностью присоединяюсь какой-то структурой, которая тянет одеяло на себя, радио – это объединяющая взаимосвязь между теми, кто хочет разобраться с тем, что было, который разобрался и доносит, и с теми, кто желает услышать что-то новое, между теми, кто исследует, между теми, кто разрабатывает, во все стороны бытия человека, во все стороны, все, что делает нас сильнее, делает нас хозяевами, позволяет нам жить дружно, находить общий язык в своих родах, вот для этого радио и создано. Поэтому у нас нет конкурентов и не может быть. Призываю всех, кто занимается исследованиями, техническими разработками, приходить, делиться, потому что, если вы будете сидеть где-то по углам, то в этом случае вас будут потихонечку задавливать. Если вы будете сидеть по углам, то о вас, о ваших разработках, в ваших каких-то изысканиях ничего не узнают. Если у вас есть что сказать, давайте общаться. После общения будем вырабатывать какие-то форматы взаимодействия и донесения информации. Но сразу скажу, что иногда, к сожалению, приходят люди, которые пытаются просто себя каким-то образом пиарить. И вроде бы мы договорились об одном, потом выясняется, что за спиной начинают какие-то делать гадкие глупости, вещи. Вот с такими людьми я больше не общаюсь. Как только от него идет гадость, которая противоречит духу славянства, духу русскости, какую-то дрянь он там сказал за спиной, в разговор был один, а он там по-другому повернул или что-то сделал. Я считаю, что с такими людьми лучше не взаимодействовать. Потому что, если он позволяет себе такие отношения и не только ко мне, даже себя сейчас не беру, а вообще по отношению к людям, то в этом случае он дух славянства, дух русскости в себе уже не содержит. Это означает, что он льет воду на чью-то другую мельницу. Может быть, даже не подозревая этого сам. Поэтому, когда меня спрашивают, пригласите того, начинаем общаться, а потом выясняется, что да, пообщались, вроде с виду, милый человек, все хорошо. А потом вдруг всплывает какая-то такая ерундовина, которую он ни с того ни с сего сделал. И уже после этого я с таким человеком общаться не буду. Ну, ладно. Еще вопрос от Руслана вдогонку к тому про карты и языки. Где он пишет следующее? И где в таком же количестве древние карты на нашем языке? То есть, вот фальсификации на иностранных языках огромное количество. А наши-то где? Где славянские карты? Где там, может быть, славяно-арийские карты, славяно-русские на разных языках, которые вот к славяно-арийскому, славяно-русскому, индо-русскому направлению относятся? Дело в том, что если мы говорим про те карты, которые, скажем так, живые, но сокрытые, так это как минимум музей Ватикана, Лондона, опять же, вот это Европа, назовем ее так. Если вы имеете в виду карты действительно тех, той империи, которая называется именем Перуна, которая охватывала всю землю, так они, скорее всего, больше сохранились в Индии, в горах Америки, где-то там. Ну что ж, все реплики зачитаны, вопросы озвучены, теперь пришло время подводить итог нашей сегодняшней передачи. Пожалуйста, приступай. Ну, я хотел бы обратиться всем, проявлять здравомыслие на всех уровнях и во всех вопросах, как раз научиться мыслить то, чем у вас как раз не хотят учить. Потому что, когда человек умеет мыслить, он сможет решить все проблемы и объединяться по принципам невеликих гуру или великих учений, а на принципах здравомыслия. Когда даже нет информации, ее можно понять, добыть, осознать и не одним человеком, а социумом, то есть всеми. Поэтому проявляйте здравомыслие на всех уровнях, объединяйтесь на этом принципе без каких-то гуру. А именно работает, может каждый человек проверить, все, это и есть вера, то есть чистые знания. Знаний огромное множество, если вы спрашиваете у меня, я вам говорю, путь такой, он от плоскости до объема, потом до многомерности и многополярности. Вот это тот путь, который нам известен. Если вам интересен потенциал, это максимальный потенциал, потенциал света в явном мире, мы должны его научиться использовать. А там будет и духовный потенциал для выхода в состояние духовности. Ведь поймите, вас всегда говорят вам максимум про душу, а про дух никто не говорит. Почему? Потому что не нужны эти потенциалы, не нужны эти возможности. Если вы спросите про меня, я нахожу больше всего ответа именно в народной культуре. Но при этом не забываю, что раньше все-таки шел период низких вибраций, период деградации, искажений, поэтому все пытаюсь переосмыслить, получить новую информацию, методы проверки, чтобы это мог сделать каждый, чтобы это не было завязано на кого-то и чтобы это не было ограничено мной, а именно была возможность использовать по всему миру и объединять весь мир, как мы показали и на конференциях, и на международных, когда включаются даже люди с другими языками, потому что все вот эти источники, как я вам показываю, вы увидите, они все иностранные, все, что там находится в наших архивах, мы не знаем фактически, это крохи, все это о библиотеке, я же говорю, Франции, Англии, библиотек Конгресса, то есть это те источники, которые не зачищены, и по всему миру огромное количество здравомыслящих людей, пускай они даже не говорят на русском языке, но они все равно ищут, делятся информацией, то есть нельзя себя ограничивать, поэтому вполне возможно, что в прошлом и был этот единый язык, когда люди объединялись, обменивались информацией, ну и культивировали свои языки специально или нет, это другой вопрос, я к тому, чтобы все проявляли здравомыслие на всех уровнях, объединяйтесь на этом принципе, а для тех, кто находится на очень низких вибрациях, который несет из себя какую-то червуху, тоже обращаю ваше внимание, люди эти привязаны к материальности, так вот, ваша надежда только в светлых людях, только люди светлые, высоковибрационные могут показать вам путь в будущее, это не значит, что кого-то нужно уничтожать, наоборот, нужно, чтобы все перешли в совершенно другие вибрации, тогда изменятся и действия, и надежда сейчас на мыслящих людей, вот и становитесь мыслящими, разумными людьми и объединяйтесь, благодарю всех за внимание, Алексей. Ух, какая пламенная речь, Виктор выдал, умеешь выдавать. Ну что ж, друзья мои, 26 января 2018 года, пятница по одному из современных календарей подходит к концу вместе с нашим эфиром, скоро закончится уже этот день и войдет в историю, в прошлое. Шестой день месяца в Юг и Стужу с 7526 лета шестится по одному из древних календарей, а мы в этот день говорили про динозавров и единорогов со сказителем Виктором Максименковым. Низкий поклон тебе, Виктор, приходи еще, приноси побольше, радуй нас своими изысканиями, призывай к свету добру и здравомыслию. Также низкий поклон друзья всем тем, кто присутствовал на нашем эфире, слушал, читал, писал, делился своими мнениями. Очень хорошо, что не было какой-то такой подковерной возни и глупостей. Меня всегда радует, когда здравомыслящие люди находят общий язык между собой. Это говорит о том, что мы на правильном пути и мы делаем очень важное дело. На Сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами был Народное славянское радио Алексей Орлов, Виктор Максименков. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова